У меня все время спрашивают, знаю ли я Тайлера Дардена. Я человек без имени, главное действующее лицо одну историю, которую вы конечно все хорошо знаете. Как случилось так, что совершенно обычный с виду человек смог построить самую опасную и влиятельную, что самое главное совершенно незаметную и децентрализированную преступную группировку современности. Хотя согласитесь, преступниками нас могла считать лишь система корпорации, которой мы мешали, ведь кроме нее мы никому ни разу не навредили. Итак, задайте себе вопрос, кто же в таком случае создает реальные рамки законности? Самый маленький винтик вышел за свои привычные условности и система чуть было не рухнула в бездну. Где ей место? Хотя и тут напрашивается вопрос, если одна система сгинет, то разве ее место не займет другая система? Пусть несколько измененная или даже вовсе не похожая на предыдущую, однако есть один фактор, главный фактор, который будет всегда оставаться одним и тем же. Выживание. Выживание стремится к бесконечности, а поскольку шансы каждого из нас на протяжении длинного отрезка времени практически равны нулю, то страх всегда будет вынуждать тебя совершать действия, отдаляющие все дальше и дальше тебя от твоих возможных соперников. И кто же они твои соперники? Это все люди, без исключения. И вот с течением времени дошло до того, что часть людей взошла слишком высоко на Олимп, до них уже не дотянуться. Сверхкорпорации стали обезличенными господами, которые безжалостно бичуют своих рабов. И главное среди этих хлыстов это, конечно же, деньги. А сладкий пряник – это желание их потратить. А знаете, почему они так безжалостны? Что толкает их владельцев делать все это? Они знают тайну. И эта тайна заключается в том, что всегда, в любой момент времени может возникнуть организация еще могущественнее и сильнее. И тогда они сами станут жертвой. В этих бумажных джунглях всегда может возникнуть идея, которая реализует спалит их зеленого бумажного бога. И как только это произойдет, вся их власть вмиг рухнет, как карточный домик от мощного взрыва. С чего все началось? Когда произошел этот переломный момент в моей голове, я не знаю. Как-то я стал ощущать, как противен этот мир. Хомо-сапиенсы ведут себя, как кучки испражнений жизни, занимаясь лишь тем, чтобы продать друг другу никому не нужную хрень. Достигая никому не нужные цели. Школа, университет, спорт, семья, дети. А в итоге все сводится к тому же, что и всегда. Крышка отгробана твоим безжизненным телом, и это еще не самый худший исход. Ведь может случиться так, что тебя по дороге домой убьет об уломком бутылки какой-нибудь бомж и сбросит канаву, где твое объеденное крысами тело никто не найдет. Или наркоман ради пары сотен на дозу всадит тебе нож в спину и оставит гнить где-нибудь под мостом. А может случиться так, что когда ты идешь с красивой куклой, купленной в подарок для любимой дочери, обернутую в розовую блестящую ленту, подходя к своему дому и уже предвкушая ее радостный крик и светящиеся от счастья глаза, не доходя сотню метров, ты падаешь от сердечного приступа. И все. Согласитесь, помимо того, что человек смертен, он еще внезапно смертен. И когда эта мысль, вполне осознанная, начинает проникать в твою голову, ты волей-неволей оглядываешься на этот мир и его ценности другими глазами. Ты поначалу не понимаешь, что с тобой происходит, тебе все меньше доставляет радости привычное и ранее удовольствие, до тех пор, пока тебя просто не начнет от них тошнить. И в тот самый момент рождается нечто новое. Выходит наружу то, что давно сидело внутри. Что же это такое, спросишь ты себя. Это право на свободу. Твоя работа, это не ты сам, как и твои деньги в банке! Право, которое слишком долго жило под грудой масок, которую мы все носим, право, которое никак не могло пробиться, а когда оно пробивалось, то тут же вталкивалось обратно. Право на свободу от своих предрассудков. На свободу от навязанных ценностей, человеческих отношений, денег, власти и даже самой жизни. Право быть свободным до самого конца. Даже быть свободным от себя самого. Потому что, как ни крути, самая первая несвобода, рамки ограничений, страхи и прочее, это вовсе не та система снаружи. Это та система внутри тебя. Система – это ты сам. В случае со мной, это право оказалось полно решимости, осознанности и силы. В этот раз его уже не получится втоптать обратно. Оно хочет, как вирус, распространиться и заразить каждого на своем пути. Его цель – срубить корень существующего порядка. И у этой решимости есть главный козырь. Оно знает, в чем ее сила. В том, что точно такое же подавленное желание сидит в каждом подавленном человеке. И все, что нужно сделать, это лишь дать ему почувствовать эту свободу. Дать ему понять, что он ничуть не хуже остальных. И самое главное, дать ему реальную надежду на то, что все это не просто пустые слова. Что все это реально. Предъявить ему доказательства этого права. И как ни странно, дать в морду оказалось лучшим первым шагом для того, чтобы заразить всех мужчин тем, кого я называю Тайлером Дерденом. Знаете почему? Потому что большинство мужчин стало слишком нежно относиться к собственному телу. Чье имя набирки твоих трусов. Чтобы сделать человека по-настоящему свободно, нужно было прежде всего сделать его свободным от страха боли. А значит и страха смерти. Ты должен признать, без страха, признать, что ты когда-нибудь умрешь. Как вы поняли, первые обезьяны и запущенные в космос должен был стать я. А поскольку кнопку старт жать было некому, я сделал это сам. В какой-то момент я надулся пивом, немного осмелел и дал себе со всей силы, двинул себе под дых. Каждый удар это как стук смерти. Чем чаще она стучит, тем больше привыкаешь к ее присутствию. А затем и вовсе перестаешь замечать. Что ж, должен сказать мне понравилось. И я не придумал ничего умнее, чем двинуть себе еще раз. Двинь мне еще. Лучше ты мне. Кстати, вы никогда не задумывались над тем, кто оказался главным виновником всего произошедшего, а? Это врач. Врач, который послал меня на три буквы в группы больных раком яичек. Если бы этот умник, который пару лет назад закончил медицинский колледж, где ему вдолбили кучу всякой ерунды, проявил хоть немного, хотя бы чуть-чуть человеческого внимания к моей проблеме. Если бы он посмотрел на меня не просто, как на очередную двуногую обезьяну, которая пришла жаловаться на свои мелкие проблемы, все было бы иначе. Внимание. Нам всем его не хватает. Внимание замечают мелочи, которые недоступны при поверхностном взгляде. А мелочи, их вообще не существует. Это некое абстрактное определение вещей, которые, по мнению большинства, не могут иметь серьезных последствий. А значит, их можно не брать вовсе в расчет. Что ж, как вы можете убедиться из моей истории, мелочей не существует. Так что в следующий раз, когда к вам кто-либо обратится с просьбой, вспомните этого врача и будьте хоть немного внимательнее. Вы когда-нибудь видели кучу плакс, которые в пассивном ожидании права на собственные слезы извержения сидят кружком и размазывают по себе и окружающим зеленые сопли. Нет? Значит, вы никогда не были на одном из таких вот сборищ. Это прекрасное чувство. Как будто волка в овечьей шкуре. Можно одновременно чувствовать себя и жертвой, и в то же время знать, что ты не жертва. Но это лишь обман. Вот весь в чем фокус, понимаете? Обман заключается в том, что и я был такой же жертвой, как все участники этих сборищ слез и соплей. Потому что в действительности я шел туда ради одной цели. Ради той цели, которая била мне в голову окружающая меня действительность. Выплакать всю свою беспомощность. Да-да, нам всем нужно было именно это. Пореветь. Как кучка маленьких обиженных детишек, которые ничего не могут сделать, и лишь в этом действии находящих свое облегчение. Толпы униженных, окончательно превращающихся в покорных инфантильных рабов. Но Тайлер понял, что у каждой медали есть обратная сторона. И сторона стонущих и пускающих сопли мужчин ему было явно неинтересна. Он решил повернуть монету на другую сторону. Эти сборища окончательно убедили его в одном. Все, что находится в человеческом мире, все его постулаты, выдуманные ценности и прочее, не более чем маски. Реальные и настоящие люди, они совсем другие. Все это просто одна большая долбанная ложь гигантских масштабов. И осознание этой правды придавало мне сил. А эти силы стали давать все больше жизни Тайлеру. И вот в тот момент, когда Тайлер окончательно родился в моей голове, произошел взрыв. Мое любимое уютное гнездочко раскуручило до основания, и все, что я думал мне было дорого, оказалось грудой обугленных вещей. Взрыв был началом, и как выяснилось, это же должен был стать и концом. Нельзя начать новую жизнь, не закончив со старой, и чем короче будет фитиль, который вы определите для себя, тем быстрее это намерение осуществится. Беда в том, что у большинства людей получается лишь пару раз зажечь спичку для этого фитиля, довести же дело до конца способной единицы. Впрочем, как показала практика, для этого они и нужны. Единицы нужны, чтобы увлечь за собой тысячи. Знаете, в чем главная мысль система финансовой пропаганды? Она совершенно проста. Она подобна красивой женщине, стоящей где-то вдали и машущей тебе рукой, говорящей, что еще чуть-чуть. Кресло, столик в виде инь-янь, пиджак от Гуччи или трусы от Кельвина Кляйна. Еще лишь одна вещь. Одна. И станет, наконец, нечего желать. Она говорит тебе, только реши все свои вопросы с диванами, машинами и ты начнешь, наконец-то, жить для себя. Ты станешь свободным. Ты, наконец-то, будешь существовать для своих желаний. Но всего пару вещей. Еще лишь пара вещей до этой мечты. Так заканчиваются жизни миллионов. Согласитесь. Со стороны это все похоже на самую обычную наркоманию. Усилием заправляешь себе пару кубиков денежной массы и с облегчением выдавливаешь ее в себя, в виде ненужных тебе побрякушек. Как наркоман-рабдозы, так и люди, лишь рабы своих вещей. А разве можно сделать свободными других, будучи самим рабом? Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Начало перемен всегда вызывает ломку. Непривычные ощущения по первости доставляют жуткий дискомфорт. По той простой причине, что они тебе не знакомы. Что уж говорить, когда ты меняешь свои чистые простыни и подушку из натурального пуха на старый сырой вонючий скрипящий матрас. Да. Однако через месяц я начал осознавать простую вещь. Весь комфорт человека в итоге заключается в нем самом. Немного поспать, поесть, не замерзнуть от холода – это все, что необходимо, чтобы чувствовать себя вполне прекрасно. Я задам тебе вопрос, который однажды спросил у меня Тайлер. С кем бы ты хотел подраться? Поставь это видео на паузу и ответь себе, кому бы ты хотел набить морду? Определенно, этого человека ты ненавидишь больше остальных. Есть, видимо, у тебя причины, по которым этот человек тебя раздражает. Но что самое интересное, если ты не испытываешь к нему кровной мести, так сказать, то подравшись с ним, вы, возможно, станете друзьями. Да, так часто бывает, не замечал? Люди после драки часто жмут друг другу руки. Драка между мужчинами – это лучший способ познать друг друга, как бы выяснить внутренний потенциал. Все, что можно от него ожидать и чего нельзя, какой он изнутри – это акт откровения, сброс масок, максимальный контакт, самопознание в наименьшем количестве времени, что немаловажно. Хочешь познать другого мужчину – просто поделись с ним. Хочешь познать женщину – займись с ней любовью. Не находитесь сходства в этих двух вещах? И, кстати, у драки есть еще одна отличная особенность – она прекрасно очищает мозги от всяких глупых мыслей. Все эти бредни психологов и прочих шарлатанов-недоучек, которые не в состоянии даже лишний раз приподнять свою ленивую задницу, о том, как нужно останавливать весь этот поток бредовых и бесполезных мыслей, чтобы чего-то там познать, увидеть себя со стороны и прочее – все это просто чушь для слабаков. Когда тебе в лицо или живот прилетает чей-то кулак, едва ли остается хоть одна мысль, кроме осознания этого удара. Он как будто цунами в секунду смывает все, что у тебя было в голове, и все твои толковые и бестолковые мысли, оставляя после себя лишь чувства последствия от вашего знакомства. Так что если этот вопрос и впрямь беспокоит тебя, то теперь ты знаешь, что нужно делать. Кстати, ответьте себе на вопрос, который мне однажды задал Тайлер. Что бы вы хотели, прежде чем умрете? Чего бы ты хотел, зная, что сейчас умрешь? А действительно, мы живем и зачастую даже не знаем, чего хотим. А ты можешь с уверенностью сказать, чего ты хочешь? Как странно. Простой вопрос, но большинству людей легче ответить на вопрос, какой у них любимый цвет. Задавать правильные вопросы – это начало для того, чтобы получать правильные ответы. Ответь на вопрос, Марла, пожалуйста, мы делали это или нет? Я осознал важность правильных вопросов, когда спросил у Марлы по телефону, занимались ли мы этим, и получив утвердительный ответ, пазл наконец собрался в моей голове. Мы один человек? Правильно. Кстати, про Марлу. С ней было достаточно весело. Однако женщины, видимо, по своей природе склонны к манипуляции, обману и пристворству. И я понял, что это не их вина. Это не их истинная натура, дело совершенно в другом. Это просто их способ выживания, поиск достойного самца. Они слабее, и у них нет других вариантов приспособиться в этом мире. Они как бы испытывают на прочность каждого потенциального партнера, и положительный исход может быть только один. Женщина перестанет притворяться, и заворожать из себя что-то, чем она не является, манипулировать и прочее. И, наконец, расслабиться, когда поймет, что нашла себе достойного, или же, если этого не происходит, она начинает превращаться в груду неудовлетворенной массы. И виной этому все те же мужчины в трусах от Кельвина Кляйна. Где все их отличие от женщин заключается в том, что находится у них между ног? А то, что действительно должно находиться внутри, отсутствует. Это в некотором роде духовные кастраты. Этого не видно, но зачастую это так и есть. И бойцовский клуб решал именно эту проблему. Он вновь пришивал те духовные мужские яйца обратно на место, делая из забитых, уставших, унылых мешков с костями настоящих воинов, которые, подобно 300 спартанцев, смогли бы остановить целую армию. Но, как я позже выяснил, у этого была и обратная сторона. Солдаты армии Тайлера лишились одной важной вещи. Они лишились осознанности. Они не понимали, что они делают, зачем. Какова их конечная главная цель? Главное правило проекта «Разгром» не задавать вопросов. Да, бесспорно, в этом было главное тактическое преимущество проекта. Случайся так, что кто-то из участников попался бы в руки полиции. Он ничего бы не смог бы им сказать, так как сам ничего толком и не знал. Но для самих участников едва ли это пошло на пользу. С каждым действием Тайлера, с каждым успешным шагом я начал осознавать, что бойцовский клуб превратился в кучку безмозглых зомби. Тупицы! Вы же носитесь в своих масках по всему городу и взрываете тут всё подряд! Если поначалу клуб давал свободу от системы, то впоследствии он сам стал системой. Системой Тайлера. А Тайлер, как вы помните, хотел разрушить существующие правила, но не хотел ничего предлагать взамен. Тайлер был воплощением хаоса, и следовавшие за ним стали уподобляться ему. Живые мертвецы Тайлера Дердена. Я не хотел этого. Я лишь хотел, чтобы мужчины перестали бояться драться. Если мужчина не боится получить в морду, то он вообще ничего не боится. Но если боится, то в итоге боится всего. Что ж, вот такая история. Можно ещё много чего рассказать, но признаюсь, я уже порядком устал. Скажу лишь, что после того, как выстрелив себе в рот, остался в живых, я поверил в Бога. Потому что других причин, почему я выжил, мне так и не удалось найти. Итак. Знаю ли я Тайлера Дердена? Где он сейчас? Был ли он лишь плодом моей фантазии, или это действительно был другой человек, который решил воспользоваться моим мозгом как костюмом? А я так и не нашёл ответ на этот вопрос. Зато я нашёл ответ на вопрос, как перестать быть мальчишкой и стать уже, наконец, мужчиной. Ответ простой. Нужно перестать себе врать. Врать о том, что тебе нравится окружающая тебя жизнь, если она тебе не нравится. Врать о своих достижениях, деньгах, семье, работе и всём остальном. Кстати, совсем забыл сказать. Тайлера больше нет. Но вы ведь, надеюсь, не забыли, что бойцовский клуб – это децентрализованная организация, которая распространяется независимо от центра. Так что, надеюсь, вы помните первое правило бойцовского клуба. И, кстати, это правило прямо противоположно правилу канала Watch Gods. Упоминайте о нём везде. Подписывайтесь и ставьте ваши пухлые пальчики вверх. Потому что, даю вам слово, тут ещё будет много чего интересного. Ну а на сегодня ещё одна история закончена. До новых встреч в клубе. Удачи!